Всем привет! Я сегодня в магазине, зашла за продуктами и хочу вам рассказать, как выглядят продуктовые магазины во время праздника Песах. Обратите внимание, сейчас вы увидите, что часть прилавков закрыта белой пленкой. Что это означает? Это означает, что эти продукты, они не кошерные во время праздника Песах. Мы знаем, что во время праздника Песах нельзя кушать хамец, то есть все, что квасное. И, как видите, он добавлен в разные продукты. Поэтому все, что закрыто пленкой, это не кошерно в Песах, и целую неделю мы не сможем это покупать. Вот, пока мы набрали разных овощей и фруктов, идем дальше. Понятно, что закрыты все полки, где у нас есть с вами печенье, разная выпечка, вот здесь даже закрыто мороженое. Также я точно знаю, что некоторые напитки, среди них будет закрыто пиво. Я точно не знаю, что считается хамец в данном случае, потому что закрыто очень много, вот там целый холодильник с мороженым закрыт. И, как я уже говорю, в конце недели, через неделю, в конце праздника Песах, мы сможем уже покупать все остальные продукты. А, кстати, макароны тоже ходят в эту категорию. Внутри магазина здесь есть также небольшая пекарня. Она, понятно, не работает в эти дни. Этот магазин, он соблюдает кошерные правила. Есть магазины, которые не соблюдают, и там можно купить все, что угодно, даже свежий хлеб. Например, магазины, как Кешет и Амим. В прошлом году точно мы там видели свежий хлеб, в этом году я не знаю точно. Ну, то есть есть те, кто соблюдает, есть те, кто нет. Это надпись означает, что продукты на дальней полке, они кошерные в Песах. Вы видите, здесь вафли и печенье, но они приготовлены таким образом, что там отсутствует хамец, и поэтому они пригодны во время Песаха для тех, кто соблюдает все правила. Как я вам уже рассказывала, во время Песаха они кушают квасное. Вот, мы тут идем мимо, видим отдел алкоголя. Видите, что вино, оно кошерно во время Песаха. Но, допустим, другие спиртные напитки нет, например, как пиво. Вот здесь вот закрыто пиво и все остальное. Если говорить про вино, Израиль продает очень много вина своего производства. И, конечно же, есть импортное. Вот, например, это вообще не вино, это специальный виноградный сок, который используется для пивушек. Среди того, что кошерно и не кошерно в Песах, присутствует также и бытовая химия. Я вижу здесь у нас различные ополаскиватели, типа от Холгит, листерол и другие. То есть не только еда, является кошерно или нет, но и различная бытовая химия. Все, друзья, мы закупились такими основными продуктиками. Пойдем дальше на кассу. Я надеюсь, вам было интересно увидеть то, как выглядят израильские магазины во время Песаха. Вот очередной отдел здесь. Различные сухие завтраки, Несквик, к примеру. И на кассах тоже там всякие разные жвачки, все заделано. Вот. Так что спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok